Привет! Вы на канале Взлет! Меня зовут Ольга и в этом видео мы с вами будем тестировать 6 мерцающих оттенков стойких жидких теней с эффектом металлик The One. Посмотрим разные способы нанесения и заодно разберемся, как их правильно использовать. Поехали! Высокопигментированные жидкие тени приходят в характерном для коллекции The One Стокгольм флакончике. Очень удобно, что он прозрачный и вы можете всегда в косметичке либо в стаканчике для теней определить тот оттенок, который вам нужен. 5 мл объем и производство Италия. Внутри каждого флакончика вы найдете удобный аппликатор. Эти тени можно наносить без базы, потому что по текстуре это сразу и праймер, и пигмент, и фиксатор в одном флаконе. То есть вместо базы, карандаша и палетки сухих теней для создания эффектного макияжа можно использовать всего лишь одно средство. Но если с ваших век обычно быстро скатываются тени, то сначала база. Тестируем первый оттенок 43359 зеленый. Английское название Smoky Green, то есть дымчатый зеленый. И как многие отметили в моем телеграм-канале Бабли, когда я показывала свое чтение на руке, если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Этот оттенок такой оливковый и в чем-то даже цвета хаки. Очень интересный, приглушенный зеленый. Я знаю, что очень многие положили на него свой глаз. И неудивительно, потому что в основном вся коллекция, она такая в трендовом сейчас стиле Барби. Очень мерцающая, сияющая для эффектного, юного и сверкающего макияжа. Вот этот оттенок можно применять в смоке и делать красивые блики и акценты. Сейчас я вам покажу, как его можно выигрышно использовать. Один из самых главных плюсов жидких теней заключается в том, что для макияжа вам не понадобится дополнительных инструментов. Потому что в средстве уже есть удобный аппликатор, которому можно нанести тени прямо на веко. А для растушевки не нужны кисти. Все можно делать руками. Сначала наносим светло-коричневый тон на внутренний и внешний уголок глаза. Потом берем тон коричневый, чуть-чуть потемнее и добавляем в складку века. И уже затем мы делаем блик и растушевываем вот именно этот оттенок по центру подвижного века. Надо растушевывать очень быстро, пока тени не застыли. Цвет будет очень насыщенным, таким же, как в тюбике. Поэтому набирать много не стоит. И трансформируется буквально за 10 секунд в потрясающе комфортное пудровое покрытие. И фиксируется надолго. Вы можете сделать очень эффектный макияж вот с этим зеленым оттенком. Следующий оттенок 45360. Фиолетовый, но у него ярко выраженный синий потом. Бывает фиолетовый, уходящий больше в розовый, либо в красный. Этот прямо заметный такой синевой, неоновый металлический оттенок. Очень удобно, пользуемся аппликатором. Затем растушевываем пальцем. Ни в коем случае не трите, не давите на кожу. Используйте только похлопывающие движения. Они должны быть легкими, невесомыми. Тепло ваших пальчиков поможет пигменту лечь равномерно. Если все же вы берете кисть, помните, что для жидких текстур кисти с натуральным ворсом не подходят. Дело в том, что они имеют пористую структуру и поэтому впитают в себя средства. При использовании синтетических кистей подобной проблемы не возникнет. Поэтому кисти Арифлейм идеально подходят для нанесения данного продукта. 45361 розовый или софт пинг. На мой взгляд, это самый эстетичный оттенок. Это розовое золото. Очень красиво выглядит. Посмотрите, какой эффектный свотч получается на руке. И давайте нанесем на веки очень тонким слоем. Главное, не тяните с растушевкой, иначе продукт зафиксируется на коже и оставит пятна. Этот оттенок теней можно использовать не только по его прямому назначению. По сути, тени это просто кремовый стойкий пигмент. И удачно розовый оттенок подойдет также в качестве румян. Небольшое количество нанесите на щеку и посмотрите, какой перелив получается от этого оттенка. Единственное, я отмечу, что предыдущие два оттенка были перламутрыми. Очень-очень тонкий шиммер, еле-еле мерцающий. Тонкий перелив там был. Вот именно в этом оттенке блески уже явно выделяются и переливаются. Если вас это не пугает, такой очень эффектный хайлайтер, бьющий прямо в глаза, то, пожалуйста, у вас в одном флаконе и тени, и румяна, и сразу же хайлайтер. 45-362 персиковый оттенок или рози-пич розовый персик. Он сильно ярче, выразительнее, чем предыдущий розовый. Там прямо был оттенок белого золота. Здесь уже вы видите, насколько он более персиковый. Даже в чем-то коралловый или лососевый еще можно назвать этот оттенок. Его тоже можно, кстати, использовать в качестве румян. Но давайте я нанесу его сейчас на веке другим способом. Для начала все века и подбровное пространство мы подсветим светлыми сатиновыми и не слишком блестящими тенями. Можно выбрать, например, даже матовые тени. А затем вдоль ресничного края мы аккуратненько на верхнее веко наносим наш персиковый тон и быстро-быстро растушевываем вверх. И уже на тени добавляем графичную, яркую, выразительную черную стрелку. Текстура теней ложится как крем, не образует складок, не размазывается, не трескается, не осыпается. И у вас получается очень выразительная стрелка, подчеркнутая мерцающими металлическими пигментированными тенями. 45-363 это оттенок голубой или лайлак. И мне написали в комментариях в баблике, когда я спросила, ну я только не понимаю, почему это голубой и почему он называется лайлак. Мне написали, что ну это типа как белая сирень, потому что он светлый. Вот на мой взгляд, если вы ищете серебро, то обратите внимание на этот тон. Но он хамелеон, он под разным освещением будет бликовать и выглядеть по-разному. И мне, кстати, этот оттенок теней очень сильно напоминает, помните, была совсем недавно серебристая подводка. По-моему, она еще есть в каталогах. Но здесь можно с помощью вот этих теней сразу убить несколько зайцев. То есть можно наносить теми способами, про которые я рассказывала, и ставить блики в смоке макияжа, в более ярком, темном, выразительном. И растушевывать на все веко, и под графичную стрелку класть. А можно просто нарисовать стрелку, потому что аппликатор с тонким кончиком. Давайте попробуем. В этой коллекции технология с интенсивными пигментами. Она позволит создать яркую основу для любого макияжа. С помощью этих теней мы рисуем сейчас стрелку во все веко. Можно также нарисовать любые другие варианты макияжа с четкими очертаниями. Линии, которые вы проводите этими тенями, не смажутся. Так что о сохранности рисунка на веко в течение дня вам беспокоиться не придется. Ну, линия у меня получилась немножечко толстовата. Ну, знаете, я редко использую стрелки, либо вот такие графичные макияжи рисую на веках. Поэтому тут, может быть, у вас умение побольше, и у вас получится что-то более точно прочерченное, более выразительное. Ну, наша с вами сейчас задача разобрать способы и посмотреть, в принципе, эти тени на веках. Я надеюсь, что вы составляете свои впечатления. Давайте посмотрим последний оттенок, который просто супер, мега универсальный. Его тоже можно использовать не только как тень, но еще и как хайлайтер. Потому что это тон 45364 бежевый. Этот оттенок можно назвать белым золотом. Посмотрите, какой тоже эффектный свотч. И на веки давайте нанесем традиционным способом. Рекомендуется наносить жидкие тени, если вы хотите просто использовать макияж полностью из жидких теней, без разных там стрелок и дополнительных матовых подложек в три слоя. Самый главный залог успеха, чем тоньше слой, чем меньше вы кладете теней с помощью аппликатора на века, тем лучше у вас будет получаться. Тем лучше будут эти тени растушевываться. Поэтому мы кладем первый слой и быстро-быстро тушуем пальцами, либо кистью, как вам удобно. Растушевываем границы и подтягиваем эту тушевку выше подвижного века. Когда первый слой зафиксируется на коже, мы добавляем уже пигмент яркий на подвижное веко. Потому что в течение дня у нас мимика, и нам нужно в этом месте больше стойкости и больше яркости. Когда уже второй слой фиксируется, можно взять, например, третий слой этими же тенями, а можно взять любой другой оттенок коллекции. И у вас получится такой голографический, очень интересный эффект. Поэкспериментируйте, потом напишите мне, либо здесь в комментариях, либо в баблике, насколько это выразительно у вас получится. Ну, я сейчас возьму, давайте, бежевый, чтобы мы посмотрели именно тон на веках. И наносите вот эти тени с выходом в тушевку первого слоя. То есть мы должны перекрыть слой на подвижном веке и смешать третий слой с тушевкой первого слоя. Ну, давайте сразу же я нанесу этот бежевый оттенок как хайлайтер, чтобы мы могли посмотреть, как он будет выглядеть на щеках. И я отмечу, что именно в этом тоне блесток меньше, здесь тоже просто перламутра. Вот именно в розовом я вижу блеск этот усыпной. Эти жидкие тени продукт весьма податливый. И с помощью него можно сделать макияж любой степени яркости. Если при нанесении в один слой цвет кажется вам недостаточно насыщенным, вы можете наслаивать продукт для усиления оттенка и даже добиться ультра сияющего эффекта фольги. Наверное, вы видели такие модные макияжи, когда глаз очень гладко переливается и блестит. Но если же вы наоборот увидите, что результат получился слишком броским, вы хотели бы его немного приглушить, просто добавьте на веки немного рассыпчатой пудры и она прибьет сияние. Но как же стирается этот продукт? Очень много вопросов, насколько он носибельный. Если я возьму и просто проведу по руке, то эти тени перемешиваются друг с другом и они все равно остаются на коже. Когда я тестировала салфетку для макияжа совсем недавно, у меня как раз были на веках вот эти розовые тени. И когда я салфеткой начала стирать, сами эти тени стерлись, но все блестки усыпали мое лицо. Имейте ввиду, что возможно, может быть даже не на всех оттенках, но на каких-то, вот этот блеск, он очень яркий и эффектный. И у вас обязательно потребуется умывание проточной водой. Но когда я поднесла руку с этими тенями под воду, я уже приготовилась как обычно. Гидрофильное масло, мицеллярная вода. Да, вот сейчас я это все буду тереть совсем недавно. Я тестировала тоже тени, карандаш, The One и еще тоже тени были. И они прям стирались довольно сложно. Но эта коллекция, как только соприкоснулась с водой, сразу же смылась с руки без применения каких-либо дополнительных средств. Давайте подведем итог. Тени однородные по консистенции. Легко тушуются, не скатываются при нанесении. Обычно, чем темнее цвет, тем сложнее жидкие тени тушуются. Поэтому данная коллекция нейтральных, более податливых в использовании оттенков и идеальна для экспериментов. Мерцающие тени смотрятся всегда эффектно. Их удобно наслаивать между собой и создавать красивые переходы цвета. Поэтому вы можете заказать даже не один оттенок, а несколько. И делать такие акварельные, очень модные сейчас макияжи глаз. Если вам был интересен и полезен обзор, то ставьте под этим видео лайк. Обязательно пишите обратную связь, как вам новая коллекция. Может быть вы уже успели попробовать какие-то оттенки, составили свои впечатления. Ну и конечно же подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть новые видео новинках Арифлейм на нашем канале самыми первыми. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok